Поехали! Сразу заезжай, делай! Делай грязь, блин! Ой, ладно! Миша Литвин, ты? Здорово! Педали перепутал! Пожалуйста! Все, Аня! Аня жива, здорова! Вот, смотри, ты снимаешь! Я на три корпуса как минимум уеду от нее! Раз, два! Это мое любимое кольцо, смотри! Вот отсюда боком забираешь... Я, естественно, очень переживаю! И с той стороны... Аккуратно, аккуратно, аккуратно! По-братски! Это второй! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вновь буду в роли таксиста и попытаюсь заработать на своем C63 AMG, в котором больше 600 плюс лошадиных сил заднего привода. Я знаю, что эта машина вам очень нравится, так как каждый выпуск с этой машины набирает больше 1 миллиона просмотров. Но! Я заметил такой факт, что больше 90% людей, которые смотрят мои ролики, не подписаны на меня. Поэтому хотел бы вас попросить сейчас спуститься вниз, нажать на кнопочку подписаться и все будут счастливы. Так как скоро у меня на канале уже будет 100 тысяч подписчиков, а это скоро будет у меня такая серебряная блатная кнопка. Я буду всем говорить, что я крутой блогер. Ну а пока у меня нет 100 тысяч подписчиков, поэтому предлагаю вам посмотреть данный видеоролик. Обещаю, что он будет очень крутым и интересным. И также в этом ролике будет очень важная информация по поводу розыгрыша BMW Z4. В общем, смотрите внимательно этот ролик, я уже поехал на первый заказ. Ну что, выезжаю на свой первый заказ. В Краснодарском крае до сих пор продолжается лето. На улице 22 градуса, а это на минуточку уже ноябрь месяц. Где-то уже выпал снег, но не у нас. Поэтому пока у нас есть теплые деньки, я выполню все заказы этого города. Так, ну что, я уже приехал в Новороссийск и поехал выполнять свой первый заказ. Вы приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пристегнули ремень безопасности? Нет. Важно? Вам. А вам? Нет, не очень. Приветствую другу. Здравствуйте. Да нормально, что не мешает. Скажем честно, перерост на таком такси. На быстро? Не знаю, на сколько он быстро покажет. В принципе, могу показать, на сколько он быстро. Я просто знаю, что это такое... Очень простите. Да? Вашид? Да. 606 лошадей чувствуется. Так, сюда глянь, интересно. Ну да. Музыка. 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 Давай, знаешь, как залаем? А ну, скажи свой номер, да? А что будет? Посмотришь потом. Спасибо. Все, давай, отдушите друг друга. Отсвечу вам, спасибо. На цветание. Спасибо. Пороче, я тебя сниму, когда уезжать буду. Ребят, напоминаю о том, что я запустил розыгрыш данного автомобиля, а именно BMW Z4 кабриолет. Ребят, этот автомобиль может достаться одному из вас всего за 1 тысячу рублей. Вот номер телефона WhatsApp, отправляет любое сообщение моему менеджеру, и он вам скинет все условия данного розыгрыша. Напоминаю, что это мой первый розыгрыш, надеюсь, вы его поддержите, так как следующим автомобилем я разыграю золотой Nissan GTR. В общем, не буду томить, ссылка есть, ссылка в описании есть, переходим по ней. В итоге розыгрыша данного автомобиля будут объявлены ровно через 7 дней после публикации данного выпуска. Так что, ребята, осталось совсем мало времени, успевайте приобретать билеты, а победителя этого розыгрыша мы объявим в нашем телеграм-канале. Ссылка здесь, подписывайтесь, следите, все новости будут там. Переходим обратно в выпуск. Второй заказ у нас получился очень даже приятным. Парень хоть меня не узнал, но понял, что здесь что-то не так. Сразу обратил внимание на камеру и еще закинул мне денег на деньгов. А, даже так. Парня звали Ибрагим, закинул мне 1000 рублей. Вот это неплохой заказ получился за 1150 рублей. Ладно, едем на третий заказ. А у вас такси? Да. Вперед сидим. Ну, один вперед, один назад. Ладно. Хорошая машина. Ты вроде спокойно подъехал, да? Да, да. Это вы еще без музыки, да, подъехали? Мне надо пристегиваться на третьем стене. Можно, да. Хорошо. Хочу, пожалуйста. Это от пиццы пар идет. Наверное, да. Мы можем, в принципе, поехать с ветерком. На самом деле, даже интересно попробовать. Да. Нет. Пожалуйста, пожалуйста. С ветерочком? Или так может продуть? Я здесь сейчас просто коньки отбросу. Все. Мне понравилось. Мне понравилось. Значит, надо повторить? Ну, нет. Все-таки я за подругу переживаю. Все, понял. А если подруга сделает вот так? Вот так, подруга. Так постоянно катается, да? Да нет, только допросит. А мы попросили, да? Не, ну я предложил с ветерком вы согласитесь. Ну, мне понравилось. Ну, мне понравилось. Прямо, пожалуйста, не надо. Не сломать. Страшно, когда вот эти что-то подшипники или чего там стреляют. Подшипники стреляют? Ну, я не знаю. Если там подшипники стреляли, я думаю, кого-нибудь убили. Это просто бензин взрывается и происходят хлопки. А, нормально все? Через 200 метров. Кстати, будет очень интересный поворот такой. Да, да, да. Если сделать вот так. Я готова, значит, Аня не знаю. Аня готова? Нет. Пожалуйста. Все, Аня пристегнула. Аня жива, здорова? Все, Аня больше так делать не будет. Аня не пристегнулась, что ли? Да, я не пристегнута. Ты улетела? Я улетела. Все, понял. Спасибо. Приношу 200 извинений. В целом понравилось? Да, вот здесь. Все, поздравляю, вы приехали. Спасибо большое. Все, что вы живы? Точно, друзья? Я вам пять звезд поставлю. Спасибо, я вам тоже поставлю пять звезд. Уезжайте аккуратно. Договорились? Да. Так, еще один веселый заказ у нас был. Конечно, опасно, мы там боком зашли. Я почему-то подумал, что сзади девушка все-таки пристегнулась. Но я, честно, даже не видел. Она, по-моему, улетела. Но это вы, наверное, уже увидели. Просто девушки попросили ветерок. Ну, вот им, вот им ветерок. Приехал в Краснодар, у меня отжали тачку. А кто ее отжал, хочу вам показать, смотрите. Ты точно умеешь ездить за рулем? Все твои машины, но эта штука нравится. Нравится? Эта штука, правда, страшно. Ты умеешь ездить за такой серьезной машиной? Ну, немного. Покажешь? Покажешь. Только аккуратно. Обязательно пристегни новые красные ремни от Феррари. Ты как машину гадал, чтобы я спокойно гадал или как мужчина? Ты сначала почувствуй, привыкни к аппарату сначала. Сначала. Понял. Ее закидывает очень быстро. Сначала аккуратно попробуй свою. Стой, стой, стой. Я бы сказал, что ее вообще не закидываю. Я уеду от нее. Я на своей уеду от нее. Точно? Да. Я вообще ей шанса не дам. Отвечаю. Я вот чувствую. Она не едет. Это не ем очень. Моя уеда. Сто процентов. Железно-бетонное уеда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Аккуратно, 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 по-братски. Просто машины были. Это пиздец. Ты теперь понял мой навык в вождении? Да, но походу ты что-то знаешь. Я ничего не знаю, первый раз в жизни за нее сел. Я скажу, что она не едет. Не едет? Вообще. Плохо ей, да? Вот по ее внешнему грозному, опасному, бравусовскому виду и вот этим всем доработкам, короче, она внешне не состоит к тому, не соответствует тому душе. Я вот так говорю. Я говорю, что я готов. Да интересно, интересно. Просто вот давай, знаешь, как встанем. Я проигрываю, делаю тебе полный баг. Ну, по-братски чисто. Ты проигрываешь, делаешь мне полный баг. По рукам? Все, забились. Давай. Чисто такое, братское, чтобы не тебе, как бы, не пришлось ее отдавать. Чтобы не накладно было, да? Чтобы тебе не пришлось оставлять машину. Не, ну, чтобы не тебя, да, чтобы не тебя без машины не оставлять. Ну, это уже санс, смотри. Что, мы заедем? Ну, давай, давай, конечно, не скажи. В общем, приехали мы в Краснодар. Встретил меня Мурик Донский. Вот его инстаграм. Зайдите, посмотрите, как он катается на автомобиле и вообще, что это за человек. Говорит, что его Mercedes самый быстрый там в Краснодарском крае, в России, ну, в общем, мне кажется, это громкие слова. Посмотрим, как едет наша Цэшка. У него вроде как обычная стоковая, она на коллекторах. Ну, я так понимаю, там где-то 500-530 сил. В нашей машине 600 лошадиных сил. 606, если быть точным, на момент, когда она заживалась. На данный момент не знаю. Но я уверен, что наша тачка сейчас объедет. В общем, не будем многословить, сейчас все увидим на деле. Ты здесь хочешь? Да. О, подожди. У меня эти ошибки ушли. А, ну кайф. Я ставлю, смотри. Ну, конечно. Я ставлю просто на спорт плюс и нажимаю вот эту кнопку. Просто на спорт ставлю. Встань ровно. Ты без ланча просто, да? Куда? Готов? Давай, раз, два, три. Это колесо взорвалось. В общем, ребят, это был первый заезд. Показал, как едет цешка 6 и 3. Настоящая, 600 сил. И как едет обычная стоковая цешка. Я не кричал громко, не говорил, что я самый быстрый. Просто показал. А, я не, я просто пошел. А вот начались отладочки, пожалуйста. Ты скажи, до какого места? Я переживаю, чтоб не ударить. Показал, смотри. Раз, два. Блин, ну это не место для гонок, если честно. Ладно, пусть будет 1-1. Я просто переживаю. Мы только поставили карбон. Кстати, ребят, кто не видел, у меня в телеграм-канале вот кругляшочек. Я вам покажу, как меня ударился самокатчик. Это ебаный пиздец, чтоб вы понимали, нахуй я еду, блядь. И меня просто влетает самокатчик, нахуй. Просто на эту хуйню. На этого долбоеба, блядь. И на вот эту хуйню, смотрите. Просто маму выебал мне. Посвети сюда. Выебал мне эту хуйню. Выебал мне дверь. Короче, я хуй знаю, что с ним делать. Самокат в аренде, типа охуев. Короче, такая история. Я только восстановил карбон. Отдал кучу денег за это дело. И вот, ну, боюсь просто сейчас во дворах Краснодара оставить этот карбон. Поэтому я сильно особо не газую. Давай приложим ему, наверное, выехать на трассу. И чтобы мы нормально заехали. Ну, чтобы все было четко. А так, ну, реально, это просто глупость составить тачку здесь, в Краснодаре. И спор на полный бак. Но он максимально сейчас не интересен. Это того не стоит. Ладно, сейчас догоняем его. Едем на трассу и нормально замерим. Давай, давай, брат! Давай! Сейчас, я третью щелкал. Эй, брат! Я тебе говорю, я на корпус, вот смотри, ты снимаешь. Я на три корпуса как минимум уеду от нее. Давай сейчас, готовь смешно. Давай! Давай вот на зеленый встаем. Вот только зеленый мы даем в пол. Давай! Давай, готовься, желтый. На зеленый даем. Все, все честно, пол. У меня такое ощущение, что это будет вечный спор. Один объезжает, другой объезжает. Просто момент тот, что это заднеприводная машина. И здесь реально, ну, кто поймал зацеп, кто-то выиграл. Тут нет такого, что какая-то там вот, вроде этих, там, 100 лошадиных сил их не будет чувствоваться. Хоть будет 700 лошадиных сил. Когда зацепится, тогда будет понятно, кто будет кого объезжать. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а если давить из его, это какая сумма? Давить из его? Это вам надо сначала туда, а потом вбить из его. Ну, можно туда уже не ехать, если в цель вас не допускать. Я хотела поесть просто, потом думала, ну, че, уже есть когда-нибудь. Ну, видишь, это вот Анапа, правильно? Анапа, да. Я тут как бы ни при чем. А вы за какую сумму хотели доехать? Так я ж не знаю. Ну, вы знаете, да, сколько вы ехали? Наверное, часа полтора. Ну, да. Ну, подумайте пока. Да, Кирилл, давай. Так, ну, че, в ресторан едем к кафе или ввести? Не хотите ехать далеко, да? Да можем, почему? Ну, давайте я узнаю, сколько вот есть официально. Давайте. Семь минут я к этому веду. Так, я не знаю, как это заказать еще, типа, да? Две тысячи. Российских рублей? Российские рублей. Две тысячи сто восемьдесят рублей. Это эконом. Вашим, ну, две тысячи сто. За две тысячи поедем? Поедем? Ну, я даже не знаю, стоит туда ехать. Там тоже тысячи две осталось. В ресторане? Угу. Там средняя, такая, не знаю, посмотрела. Ну, думаю, вкусная, отзывы хорошие. Так вы одна? Я, да. А, я думал, там кого-то заберем. Нет, это я хотела просто нервы успокоить. Поесть, что-нибудь просто на море поставить. И что, едем есть? Вы тоже есть хотите? Ну, да. Ну, поехали, поедем, поедем. Ну, все, знаешь, сегодня какой-то день гонщиков. Все гонщики собрались. Ой, еще с такими звуками. У нас тоже такой есть. Да, да, да. Смотрите. Не-не-не-не, это не хорошо. Понял. Ну, что, привет, дорогие друзья. Мы уже находимся в Краснодаре. Приехали на VIP Racing 300+. И тут, оказывается, не все так просто. Тут очень много интересных и очень мощных машин. Но я не успел приехать и подготовить свой GTR. Приехал просто на C-63, а GTR остался в сервисе. И заклеивается в новую пленку. Но какая будет пленка, вы, скорее всего, узнаете в следующем выпуске. Сегодня мы будем снимать не просто обычный выпуск VIP Racing, а катать на C-63 боком, там на квадрате. Вон, оператор, подсними, что там за движуха сейчас происходит. Вот. Прокатим подписчиков. Я написал в Инстаграме. Кстати, не забываем про мой Инстаграм. На него надо обязательно подписаться, потому что там совсем мало подписчиков. На Ютубе уже скоро стукнет 100 тысяч, а в Инстаграме всего 30... 33. Ну, не то пальто. Ребят, обязательно подписывайтесь и следите за всеми обновлениями. Также у меня есть Телеграм-канал. Там уже собралось больше 12 тысяч подписчиков. Об этом тоже мы не забываем. Надо подписаться туда. Там я часто провожу денежные розыгрыши и не только. Сегодня все это будет перед вами. Ну, мне кажется, на C-шке мы снимем очень крутой контент. Влад, ты куринь, да? Да. Давай, нас фотканься, бля. Давай, давай. А на что фоткаться будем? Кстати, я тебя где-то видел. Не знаю, брат. Все есть? Да, кстати. А ты это выпусть снимать, да? Да, держи. Будешь сниматься со мной? Давай я тебя блогером сделаю. Давай, давай, брат. У тебя, кстати, лицо такое прям, ну... Известное, да? Да, запоминающееся. И ты больше тебе хочешь сказать, что ты симпатичнее, что ли? Ну, если расценивать мужскую красоту, то да, ты в принципе неплохо выглядишь. Что расскажешь? Ничего, приехали, да, посмотрим на тачку. Ты что, на чем будешь? Я на Сэшке буду. Помнишь эту машину? Мне, честно говоря. Не помнишь? А что, 1,8? Ты один раз такси вызывал, помнишь? И, короче, мы неплохо так прокосились. Ты еще был с таким дядькой смешным. Не знаю, может, ты меня путаешь. А что, 1,8, да? 2 литра турбо. Да? А что, как едет, нормально? Пойдет, прокатимся, увидишь. Да, все, давай. Кстати, а где Расул? Расул? Он махачкале. Надо было сегодня здесь, в Краснодаре, собрать максимально, как можно больше медийных личностей, чтобы это реально было круто. На самом деле, мы случайно встретились, мы не собирались как-то встречаться, мы не встречаемся. В общем и целом, сегодня будет интересный выпуск на C63 АМГ. Также вот этого парня, я не знаю, он реально, он меня преследует. Я приеду в Москву, он как ниоткуда появись. Я приеду в Краснодар, а он тоже здесь. Не, брат, мы, это судьба, брат, судьба. Значит, так и придется нам покорять вместе YouTube, да? Ну да. Вот, запоминайте эти личности, лица. Будущие аферисты. Эй, тише, тише, тише. За мазом вырежем. Ну-ка, мы уже пришли сюда на дрифт-площадку. Скоро тут выйдет C63 АМГ. Сэшка, это на самом деле владею уже больше года и даже не знаю, как она едет. Постоянно спрашивают, сколько у нее там, 0,100, 100, 200. Даже не знаю, что отвечать. Всегда просто от балды что-то говорю. А сейчас вот замеримся, узнаем настоящее ее время. В конце выпуска вы увидите настоящее время Сэшки. Потом я вам расскажу настоящее время ГТРа, как он едет, как его настроили после Москвы. Делался я, кстати, в сервисе, называется ГТР-шоп. Паша очень крутой человек, прям вообще классно настроил машину, мне все понравилось и отношения к клиенту, к каждому. Он все досконально объясняет, рассказывает. Ну, то есть, это вообще не реклама, это просто рекомендация для вас. Если у вас есть Парши, ГТРы, там, Субару, какие-то заряженные, мощные, можете туда обращаться. Реально очень толковый человек, все делает прям качественно и красиво. Все, ладно, идем на брифинг и дальше уже снимаем дрифт-такси. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Паша, я его где-то видел. Я тоже где-то видел. Мерсальная сила. Отключаем, отключаем. А где двое все? А мне сюда что ехать, братан? Не, она с ней все тетка. Не, не накидывай, братан. А приводом наши тк есть? Не, все, я в Москве еще... Короче, они говорят, что это постанова была. Нет, нет, нет. Нет? Все честно? Как вам же видео ездил, у меня привод впервые. Все четко? Я знаю, что машина... Почему она сегодня приехала? Рассказывать не будем, это близкие. Верим, верим. Это, чтобы они призовые места взяли, я не приехал. Много хотел бы сейчас так зажидеться. Тараханик. И вот, очков. Да, думаете? Кроме сходите за мне. Все, давай. Что за рекламу тебе сделать? Вот, да, инстаграм. Ребят, видите, вот тут замазано. А вот это замазано, а вот это, да, реклама? Что? Гаджи и замазано, это вообще несовместимые вещи. Он никогда ничего не замазывает. Пикает ничего. Ничего. Нет, пикает. Как он ездит, господи, это ужасно. Вот, ребят, максимально такую езду не поддерживают. Нас, например, брать не надо. Мы просто вот, где максимально можно вот исполнить, да, бинг максимально безопасно, там мы исполняем. Просто так по оживленной дороге, по городу, тем более, никогда так не делается. Это плохой пример. Брать пример не надо. Вот мы, может быть, на своем опыте и пути покажем, вот, молодым пацанам, как не нужно делать. То есть мы вот рискуем и своими жизнями бывает, да, и чужими, но стараемся максимально делать так, чтобы это все было безопасно. С нас, пример, брать не надо. Только положительный пример с нас берите. Вот такие, это, я бы даже назвал какой-то плохой пример, в общем. Ну, это молодость, все свои молодости по-разному развлекались, исполняли. Кто-то бухает, кто-то курит, кто-то еще что-то делает. Вот мы, спортсмены, не курим, не пьем. Все четко у нас, мастера спорта, и поэтому у нас такой кайф. У всех кайф разный, поэтому нас можно как-то рассудить за это и других. А Мурик просто как в сайгах скачет по полицейским лежачим и кайфует от этой жизни. Ну и вот, на самом деле, машина, ну, едет, едет, как обычная стоковая цешка. Она не может ехать быстрее этой машины никогда. Че? Смотри, вот сейчас настоящая гонка. А до этого какая была? Имеется, то ты, поздно, то я, ну, честно. Как же по факту. Давай вот здесь попробуем нормально пару раз. Надо понять, где там стоп. Сейчас поймем, давай куда-то один поймем. Если я отдаю, давай. Давай. Давай, раз, два. Не слышу, я не слышу аплодисментов. Да, третий буксует. Понял, у меня это четвертый. Знаешь как, давай немного знака, да она вообще не буксует. Давай, знаешь как, чтоб чуть-чуть тронуться, у меня много буксует она. Безина, понял, мерзкая. Мерсовская ты хотел сказать? Мерс, мерзкая, мерсовская. Мерс вообще говно. Это жены машины. Так, ты так не говори, мерс это сила. Это жены машины, мерс говно. Вот так и начинается сразу, да, когда это жены машины, это мамы. Эй, смотри, 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 смотри. А, с места? Нет, с места. Я просто обычно мало говорю, но много делаю. Кто-то много говорит. Знаешь что, блокировка сильно решает. У меня вот прям чувствуется то, что блокировки нету. Ты вот за счет зацепа уезжаешь, а у меня буксует. Ну, наоборот, понял? Вот у меня 20-е колеса, а у тебя 18-е. Она на 18-х едет 100% лучше. То есть ты, наверное, вот ты когда переключаешь на вторую? Мы сейчас стартовали, ты с какой стартовал? С первой. Когда на вторую кинул? С сразу. Со второй стартуй. Знаешь как, вот я поставил первую, на вторую поставил, на вторую буксует. Третью поставил на буксует. Она в третью уже будет выравниваться, по идее. Нет, а у меня буксует. Я газ отпускаю, она вредит и потом даю. Вот спроси у него. Давай сейчас от все нормально встанем. Идем уже со второй встанем. Да. Мне кажется, он просто расстроился, да? Ну, типа он реально думал, что машина будет быстрее. А я даже, когда он сказал, что моя машина на три корпуса тебя вперед уедет. Я аж засомневался. Думаю, ну не может быть, как? Он же говорит, что у него просто коллектора стоят и все. То есть, ну как, она может быть быстрее. Я еще, знаешь, что думаю? Может быть, он что-то неправильно клацает. О, сзади, сзади снимай. Что там, краска? Там человек к аппарату привыкает. Накат? Да. Значит, делаем. Слышу, ну что-то хрустит. У тебя что-то хрустит, слышишь? Это я полностью. Давай. Сейчас я уже неправильно сделал. Я сейчас со второй на половине переключил плечевую. И поэтому не смог вырваться. Эй, у тебя колеса хвисты, я думаю. Да ладно. У меня искры тут, у меня новая резина стоит. Колодки. Да, заводил. У тебя с тормозных дисков виск пришли, сильные. Когда мы тормозили, да? Да, да, я истинок хрестец. Ебаный рот. У тебя колодок нет, не делай. А, Вася, Сёпи, колел, колодки кончились, садебателый рот. Поехали. Поехали. Надоаст. Машина победителя, да? Рассматриваете. Ты видел, как она появится? Скорее свои печати. Понял момент. Да, да. На самом деле, даже вот этих 100 лошадиных сил, их никак не замерить, да? Наторик, кто быстрее зацепился, тот быстрее поедет. Да. Ты заметил, как она, вот эта ошибка, знаешь, как вышла? Берналк сделал, вышла ошибка на то, что якобы падение давления в шинах, и вот всё, полностью стабилизация отключена. То есть, когда ты кнопки отключаешь, она всё равно не полностью отключается. У тебя ошибка, неисправность вообще полностью эти пробуктовые системы. А у тебя всё нормально с колесами, да? Да, всё чётко. Я не знаю, что надо делать. Давай, знаешь, как сделаем? Давай, пап, уже подерёмся. Я не знаю, что сделать. Давай уже подерёмся. Давай, если в городе будешь, давай завтра я одену нишлинки. Я вот эту ошибку скину и попробую уже нормально встать по-человечески. Днём, чтобы снять красивый кадр. Всё видно было, как, ну, белая машина световая, вот. Как на белой машине чёрный парень делает этот чёрный мерседес белого парня, да? Ло, там у нас, короче, одна проблема, понял, возникла. Чё за? Короче, мы забыли у тебя узнать по поводу полного бака. Давай заправим. У нас там, помнишь, да, там, ты сказал, кто выиграет, тот полный бак, да? Ты считаешь, что ты выиграл? А кто, подожди, кто выиграл? Да, я считаю, что ничья. Ничья? Так, ребят, вы слышите, да? А так, как ты хочешь, понял, у нас из Краснодара я тебя это с вами могу сделать. А, то есть вот так, да? То есть я тебя, знаешь, как это делаю? Это чисто, ну, по-братски делаю, понял? Ну, ну, не так, что как-то ты выиграл. Поражение ты не признал, правильно? Нет, нет, нет. Бля, какого я тебе говорю? Я узнаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вот он, настоящая горячая кавказская кровь, да? Ну, да. Красавчик. Ладно, всё, давай, надеюсь, завтра увидимся, сделаем всё чётко. Да, смотри, знаешь, как полный бак без проблем, я тебе, я тебе когда-то же вывели диалог, я сказал, это такое братское, ну, такое более, ну, интересно, да, что будет чётко. А так, выражение я не принимаю, но чисто так, как ты с Анапы там на Сандарк приехал, то всё чисто, боже, это у нас, так сказать, принято гостей принимать красиво. Я тебе могу сделать полный бак и накормить нас. Подожди, полный бак и накормить? Нормально. Да, все как кушать. Всё, принимаем. Мы это организуем. Принимаем, всё, теперь ты наш друг. Всё, давайте, на связь. Всё, давай, давай, связь. Вот это я уважаю, вот это наш человек. Всё, ладно, едем дальше, надеюсь, завтра у нас что-то получится подснять. Да. Приехали, да? Интересный заказ. Идём в ресторан с клиентом. У меня первый раз такой, пошёл с клиентом в ресторан. Не добывай ещё такой раз. Я, кажется, так, что я не хожу по ресторанам. Сейчас, сейчас подберём для вас встал. Хорошего настроения. Куда это пол? Нам обязательно нужно море. Вот без моря вообще никак. Можем, кстати, у нас, чтобы на море прям столик сделали? Прямо у моря, да. Чтобы вам плод построить. В общем, я тут, походу, в заложниках. И не знаю, что выбрать. Я вот думаю сказать, чтобы она мне взяла осьминога. Что думаете, нормальный выбор будет или нет? Это, конечно, очень смешная ситуация. Как из Яндекс.Такси можно резко перейти в ресторан? Прямо море? Да. Можно ехать? Можно ехать. Покушали. Поехали. Не понял. Не, не, я весь урод. Это что за рулицы? Сильный? Конечно. Я после ГДД следующий. Реально? Там через госплуги запись была. Ты записывался? Дай, дай, дай. Госпош на 5 тысяч. Как проехать? Туда. А ну погоди, погоди здесь. Погоди, погоди. Здесь там право. А вот, заезжай. Сразу заезжай, делай. Делай грязь, блин. Давай посмотрим сначала дорогу. Давай. Бабабай. Давай, бабабай сделай, бабабай. Забыл нажать волшебную клавишу. Волшебная кнопка, давай. Да, это не кнопка метанола, это кнопка... Да ты опять убрал. А, убрал? Да. Шелеси 3 делает. Шелеси 3 делает. Ай, блин. Бомба, бомба. Резина на месте. Погоди. Погоди, пожалуйста, вот та задняя. Погоди. Наш автомобиль требует охлаждения, а после этого сделаем. Охлаждение требует? Да, сейчас я зацеплю клиента какого-нибудь с руки. Давай, давай. И остынем как раз и поедем. Давай. Ай, Влад, да ну. О, Миша Литвин, ты? Да, да, да. Здорово. Бля, что делать? Педали перепутал. Я же тебе писал, помнишь, по рекламе? Ты что-то заморозился. Решил сам, да, в Краснодар приехать? Да, через Госудуги записал, ты, брат. Поучаствовать в такси готов? Давай, брат, конечно. А когда не готовы? Всегда готовы, да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай, Миша, на связи будем. Давай, давай. Ты в Москву сейчас? Конечно. Дай Бог тебе здоровья. Да, не мать, не комсу, блядь, не мать. Ты такси вызывал? Да, что-то, Ваня, что-то ты такси вызывал, Омак. Да, я такси вызывал. Все, ты готов? Фух, давай. Фух, давай. У тебя сколько здесь? 606. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, останавливаюсь Пойдем покажу, что состояние резины какое сейчас Я сначала подумал, может что-то с машиной не так Почему на первой передаче мы едем до 100 км в час Просто вот на вот это колесо Изначально, когда выезжал из Анапы Сначала переживал за это колесо Там просто чуть-чуть торчали нитки Но в итоге за время дрифта просто правое колесо Максимально быстро стерлось И гонки для меня завершились Поэтому не знаю, что делать дальше Наверное, поедем в Анапу А для вас ролик переходит обратно в такси Долго что прокатился Это просто ужас Это наш местный пацан, блогер Вага Вот здесь на Азимуте он каждый раз проводит вот такую вот тему Катает на Ваге, на этом На специально оборудованной территории То есть вообще у меня глаза слезятся до сих пор Это просто что-то с чем-то Да вот кругляшок я сейчас сюда приложу Посмотрите, с какой скоростью я ехал Погнали! Ну ну нахуй, блядь! Это пиздец! очень жестко ладно все мы идем менять резину я тоже чуть не потерял телефон ну что гаджи твои эмоции что мокрое сиденье ну чё ты кайфанул как последний раз это тени приору с ахмедом переворачивать и Субтитры сделал DimaTorzok Короче, в общем меня организаторы турнира затащили на такую движуху Называется Burnout без остановки, сжечь шины Но от шины у меня осталось только одно название Я не знаю, сейчас у меня взорвется два колеса Как не ехать в Анапу, понятия не имею Походу я тут с ночевкой остаюсь в Краснодаре Ну ладно, контент есть контент Все ради вас, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, на этом выпуск подошел к концу Надеюсь, он вам понравился Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки И не забывайте о том, что через неделю Мы завершим розыгрыш автомобиля BMW Z4 Cabriolet И он достанется одному из вас А все условия вы получите по ссылке в описании Которую я оставил под этим видео Все, я заканчиваю этот выпуск Всех целую, обнимаю Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok